Всем привет, друзья! На связи я, Дима, 2D-Cube, MusicMagTV, и сегодня мы с вами будем исследовать очередную порцию горячих новостей мира музыкального оборудования и софта. Первая новость у вас прямо сейчас на экранах. Это анонс некоего нового грувбокса от компании Electron. Несмотря на то, что никакой официальной информации о девайсе пока нет, мы уже можем оценить звучание новинки. Эфир с треками, написанными на новом аппарате, прошел буквально позавчера на онлайн-радиостанции DoubleUp. Послушать запись стрима можно по ссылке в углу. Ну а пока синтезаторные энтузиасты фантазируют на тему того, что же именно это будет, мы перейдем к основному разделу новостей. Ну и здесь начнем с новости от компании Roland, которая представила новое поколение рабочих станций Phantom 0. Я думаю, что в первую очередь новые инструменты будут интересны для сценических клавишников, благодаря наличию огромного количества самых разных звуков. От классических инструментов, вроде фортепиано и струнных, до синтезаторов с управляемыми параметрами. А также барабанных наборов и прочего. Основано это все на фирменных роландовских движках Zen Core и Supernatural, которые, как вы знаете, являются кроссплатформенными. То есть все звуки, наруленные на Phantom'е, можно будет использовать и на других фирменных синтах от Roland'а, или даже на фирменных плагинах. Ну и наоборот, соответственно, звуки, наруленные в плагинах, можно будет использовать внутри Phantom'а. Помимо множества встроенных звуков, новая линейка Phantom'ов предлагает функцию прямого сэмплирования сигналов, имеет на борту шаговый секвенсор для создания партий ударных или других каких-то секвенсорных партий, возможности прямой интеграции с большинством DAW и множество других функций, включая, например, функцию многодорожечной записи аудио по USB. Стоимость инструментов серии будет напрямую зависеть от количества клавиш и типа клавиатуры. Версии на 61 и 76 невзвешенных клавиш обойдутся в 1500 и 1800 долларов, соответственно. Ну а полноразмерная 88-клавишная версия с молоточковой механикой будет стоить уже 2000 долларов. А вот вам фоточки другой рабочей станции, на этот раз от компании Akai. Да, друзья, перед вами не что иное, как знаменитый MPC, только с фортепьяной клавиатурой. Слухи о появлении такой версии MPC, на самом деле, ходят достаточно давно. Однако первые фотографии, прямо подтверждающие существование этого инструмента, появились буквально на днях. Это, конечно, не официальные фотографии, появились они в одной из закрытых групп пользователей Akai на Facebook. Судя по всему, утечка берет свои корни из Instagram-аккаунта американского музыкального продюсера Скотта Сторча, работающего с Джастином Тимберлейком, Бейонсе, Кристиной Гилерой и другими исполнителями. Музыкант разместил в Instagram историю, то есть небольшой ролик, в котором он учит своего ребенка играть на клавишах. Именно вот на этом самом ролике и засветился новый клавишный MPC. Сами Akai на этот счет, конечно, молчат. Однако впереди нас с вами ждет синтезаторная выставка Super Boost 2022. Пройдет она уже в мае, и, возможно, именно там Akai и покажут нам новый инструмент. Корк показали на днях новую версию карманного синтезатора Корк Волка FM Mark II. По словам японцев, обновление синтезатора было выполнено в соответствии с запросами пользователей оригинальной Волка FM. Новая версия получила в два раза больше голосов, 6 против 3 в первой версии. Также сюда добавили поддержку динамики клавиатуры, полноценный миди-выход на миниджеке, возможность рандомизации пэтчей и новый эффект ревербератора, дополняющий хорус, который был в первой модели. Сколько будет стоить новая версия Волки, пока не ясно, однако в продажу прибор должен поступить уже в мае этого года. Ну а тем из вас, кто не понаслышке знаком с программированием и паяльник в руках держать умеет, новую Волку можно в принципе-то и не ждать. Буквально недавно на гитхабе появился крайне любопытный опенсорсный DIY проект под названием Minidexit, позволяющий запускать сразу 8 инстанций плагина Dexit на обычном карманном компьютере Rapsberry PI стоимостью в 35 долларов. Dexit, напомню, является точной цифровой репликой знаменитой Yamaha DX7, так что с помощью Minidexit вы сможете получить сразу 8 таких Yamaha внутри карманного Rapsberry PI. Это практически в 8 раз круче, чем та самая Волка.FM, да и ждать ничего не надо. Rapsberry PI можно купить хоть прямо сейчас практически в любом магазине электроники. Так что если тема вам интересна, то ссылка на подробности будет ждать вас в описании. Ну а вот вам еще одна замечательная новость. Возвращение на рынок легендарного синтезаторного бренда Аберхайм. О возвращении бренда сообщает вот этот самый официальный видеотизер, в котором инженер Том Аберхайм совместно с Маркусом Райлом, основателем Lions X, и дедом Дэвом Смитом выпивают и вспоминают старые добрые 80-е. Смотреть на это все, конечно, приятно, однако я подозреваю, что бренд Аберхайм был воскрешен исключительно в рекламных целях. Ну и чтобы бандиту Улли Беринджеру, конечно, не дать как следует разгуляться. Если помните, он уже пытался этот самый бренд Аберхайм себе присвоить, однако ничего у него не вышло. Выпускаться под новым брендом, скорее всего, будет совместное творение Дэйва Смита и Тома Аберхайма, а именно переиздание классического Аберхайм OBXA из 80-х. Ну и может, чего еще новенького инженеры наделают, об этом пока остается только гадать. Ну и не уходя далеко от темы, посмотрим, чего там новенького наш дорогой Робин Гуд Улли Беринджер для нас подготовил за последний месяц. Во-первых, нам показали первые демки карманных синтезаторов GT-4000 и Pro-VS, о которых я рассказывал в предыдущем выпуске новостей. Звучат синты достаточно убедительно, можете сами в этом убедиться, перейдя по ссылкам вглу и посмотрев полные версии ролика. Кстати, за прошедший месяц к числу карманных синтов серии Soul добавился и еще один аппарат. Называется он CS-Mini и представляет собой нечто вроде уменьшенной копии легендарной Yamaha CS-80. Правда, скорее всего, здесь будет уменьшена еще и полифония, а то и вовсе он будет моно, а пока непонятно. Также нам показали клон замечательного модульного синтезатора Bukla Music Easel, правда без фирменной клавиатуры, который будет стоить 400 долларов. Еще показали копию достаточно редкого винтажного синтезатора RSF Cobble Expander, дополненную CV-gate разъемами. И вот такую вот шикарную копию винтажного EMS Sinti VCS3, который звучит, например, в знаменитой On the Run от Pink Floyd. Эта копия сделана со всем вниманием к деталям, включая уникальную штырьковую модуляционную матрицу и многопозиционный джойстик. Короче, выглядит по-настоящему дорого и солидно. Ну и наконец показали вот такую вот педаль аналогового дилея, сильно напоминающую педаль из серии Mugger Fugger от Mug. Сколько будет стоить эта штука и когда пойдет в продажу, пока не говорят. Ну и в продолжение темы копипаста, вот такой вот ход лошадью вам от компании CME, то есть СМИ, которая взяла, да и клонировала уже склонированную клавиатуру. Была у нас миди-клавиатура Keystep от Arturia, потом появился ее клон Swing от Behringer и вот теперь такой вот клон Swidi от CME, который клонирует уже этот самый Swing. Так вот бесхитростно дядька Ули получил, что называется, по щам своим же, можно сказать, оружием. Кстати, клон от CME, хоть внешне в точности повторяет Swing, однако отличается от него тем, что это у нас Bluetooth-миди-клавиатура, то есть работать она будет прям по воздуху. Ну и предназначено это все, естественно, для управления софтом, а не железом, потому что миди-портов на борту Swidi нету. Купить CME Swidi можно будет за 80 долларов, но в продажу клавиатура поступит 2 мая. А вот вам еще пара странных весенних новинок. Вот такие вот миди-клавиатуры FLK Mini и FLK 37 от Novation, которые внешне практически ничем не отличаются от выпущенных ранее LaunchKey Mini и LaunchKey 37 третьего поколения. Отличаются они исключительно внутренне, то есть прошивкой, которая здесь заточена под работу с FL Studio. Ну и тут возникает логичный вопрос, который у меня сам собой напрашивается. А почему бы было просто не выпустить новую прошивку для LaunchKey? Ну, думаю, дядюшка Скрудж вам с легкостью на этот вопрос ответит. То же самое касается и новой платы Line Module от TNH Engineering, которая вообще ничем не отличается от ранее выпущенной платы OpLab, за исключением того, что тут у нас аудио разъемы на миниджеках. Ну, а там были CV-гейт разъемы. Почему было не выпустить новую плату из аудио и CV-гейт? Ну, тоже, думаю, ответ лежит на поверхности. Но, честно говоря, у меня этот ответ вызывает только отрицательные эмоции. Все это вообще на самом деле напоминает историю с Apple, знаете, и их ноутбуками, на которых до недавнего времени портов было, прям скажем, ну, сгулькин хрен. Причем совершенно необоснованно. Только вот Apple-то эти самые порты в новых ноутбуках вернули, так что будем надеяться, что и шведы свою ошибку осознают и эту самую платочку таки доведут до ума. Ну, ладно, не будем о грустном, давайте лучше посмотрим на еще один, на этот раз уже вольный клон современного устройства. Речь сейчас идет о сэмплере Sample Track от SonicWare, который, ну, очень уж мне напоминает Octatrack. Здесь, правда, обошлось без прямого копипаста, что достаточно приятно, однако внешний вид девайса как бы намекает, чем именно японцы вдохновлялись, создавая новый прибор. Sample Track представляет собой портативный сэмплер с возможностью прямого сэмплирования, причем сэмплировать здесь можно как во встроенный микрофон, так и с помощью аудио-входов или даже прям по USB. На борту здесь есть целых 13 дорожек, первые 10 являются универсальными и умеют работать в режиме барабанных дорожек, мелодических или луперных, а также в режиме секвенсора, все на ваш выбор. Ну и еще три дорожки для записи и воспроизведения уже длинных сэмплов. Причем тут можно будет записывать по несколько дублей, потом выбирать тот дубль, который вам нужен, нарезать сэмплы на слайсы, редактировать и так далее. Короче, крайне любопытная штуковина, деньги на которую японцы собирают с помощью краудфандинговой платформы Kickstarter. На данный момент проект собрал уже чуть ли не в 10 раз большую сумму, чем нужно для старта производства, так что выпуск прибора уже не за горами, он намечен на октябрь текущего года. Стоить сэмплтрек будет около 430 долларов, однако присоединившись к проекту сейчас, через Kickstarter вы можете заполучить прибор аж на 100 баксов дешевле. Компания Rolli представила C-Board Rise 2, новую версию футуристического миди-контроллера с поддержкой полифонического миди. Основное отличие от оригинальной C-Board Rise здесь заключается в новом материале клавиатурного покрытия, который должен обеспечить более точный контроль над высотой нот, в том числе благодаря появлению тактильных маркеров, вроде гитарных логов, которые пальцами можно будет чувствовать. Ну и также новый девайс завернули в алюминиевый корпус, оснастили миди и юсб-си портами и снабдили обновленной версией софтового синтезатора Equator 2. Стоит C-Board Rise 2 будет 1400 долларов, но в продаже появится позже в этом году. Компания Atom показала обновленную линейку мониторов серии A. В линейку вошли 5 моделей – классические мониторы ближнего поля A4V и A7V с вертикальным размещением, а также 3 модели с горизонтальным размещением, подходящие для использования в качестве мониторов среднего поля – 44H, 77H и 8H. Все 5 моделей оснащены фирменными ленточными твиттерами HPS, а также новыми среднечастотными драйверами, обещающими чистое звучание с минимальными искажениями. Еще в комплекте поставляется специальное программное обеспечение, которое называется A-Control, позволяющее отстроить звучание мониторов под акустику помещения на основе DSP-алгоритмов. Стоимость мониторов будет варьироваться от 450 евро за младшую 4-дюймовую модель до 1600 евро за старшую A8H, но в продажу они поступят в мае этого года. Компания Boss представила парочку новых цифровых эмуляций легендарного пленочного дилея Roland Space Echo в формате гитарных педалей. Младшая модель RE2, выполненная в классическом боссовском форум-факторе, предлагает 11 режимов работы и 7 управляемых параметров. Старшая версия RE202 обладает уже большим количеством управляемых параметров и лучше подходит для настольного использования. Кроме того, здесь под капотом спрятано сразу два Roland Space Echo, а еще здесь есть полноценные MIDI-порты и возможность передачи и приема аудиосигналов по USB. Стоимость педалей составляет 250 и 400 баксов соответственно, что не дешево на самом деле. Продажи девайсов при этом начнутся уже в этом месяце. Ну и как всегда, друзья, прежде чем мы перейдем к разделу софта, я напомню вам о том, что поддержать мою деятельность и существование этого канала вы можете не только с помощью лайков и комментариев, которым я, впрочем, как всегда буду очень рад, но и покупая музыкальное оборудование у наших постоянных спонсоров, интернет-магазина mmac.ru и московского шоурума лаборатории Синтезариум. А еще я приглашаю вас присоединяться к нашему небольшому телеграм-чатику, в котором можно не только обсудить любимые железки и пообщаться с единомышленниками, но и уточнить стоимость того или иного девайса. Ссылка на телеграм-канал перед вами, переходите, присоединяйтесь, ну а мы переходим к новостям софта. Итак, новости софта. Здесь я предлагаю начать с довольно-таки ожиданной, но тем не менее долгожданной новости от компании Universal Audio. Наконец-то эти ребята поняли, что в 2022 году их фирменная технология запуска плагинов на основе DSP-железяк выглядит примерно так же, как выглядели бы, ну, мамонты, например, гуляющие по улицам вашего города. Конечно, я понимаю, что плагины от UAD, работающие исключительно с железками от UAD, это самая лучшая защита от копирования, которую вы только можете себе представить, но, камон, как бы на дворе 21 век, уже любой компьютер давно может эти самые плагины прекрасно запускать в реальном времени, и никаких, на самом деле, внешних железок для этого давным-давно не нужно. В общем, Universal Audio это тоже поняли и решили таки выпустить специальный набор своих фирменных плагинов, получивший название Spark. Выпускается этот набор в виде подписки, в контексте которой использовать их плагины можно будет безо всякого специального железа, то есть вообще на любом компьютере, с любыми аудиоинтерфейсами. На данный момент в эту самую подписку входит 14 плагинов, 4 инструмента и 10 эффектов, включая знаменитый Electronics L8UA, UA1176, лексиконовский 224-й ревер и другую годноту. Подписаться на всю эту невероятную акцию щедрости можно за 20 долларов в месяц. Имеется здесь и пробный период в 14 дней, так что зачекать плагины можно будет бесплатно. Так что если давно хотели попробовать эти самые плагины, а покупать для этого аудиоинтерфейс не собирались, то вот он ваш звездный час. Похожая история произошла с компанией Korg. Эти ребята решили перевыпустить свои свежие железные синтезаторы, я имею ввиду WaveState и OpisX, в формате VST плагинов, которые по сути полностью идентичны своим аппаратным аналогам. Что ж, идея на мой взгляд похвальная, тем более что мощный движок этих инструментов гораздо на мой взгляд лучше заточен под управление именно мышью, а не подкручение крутилок. Как бы это может на ваш взгляд странно и не звучало. Стоят эти плагины, правда, не очень-то ешево, по 200 баксов за штуку. Ну и не уходя далеко от темы, давайте посмотрим еще и на вот такой вот стартап от компании GPU Audio, одним из основателей которой является наш с вами соотечественник Александр Талашов. Компания работает над крайне интересной идеей, программным обеспечением, которое позволит использовать графические мощности вашего компьютера в качестве аудиомощностей. Обладатели какой-нибудь GeForce RTX 3090, например, смогут теперь не только биткоины майнить, но и использовать свою видеокарту в целях звукозаписи. Прямо во время записи на вокал можно будет повесить какие-то обработки и пользоваться именно минимальным в значениях аудиобуфера, то есть вообще без задержки. Именно это до недавнего времени предлагала нам компания UAD, но там нужно было покупать их фирменный аудиоинтерфейс и потом еще докупать их фирменные плагины. А вот GPU Audio обещает возможность использования любых плагинов в том же самом режиме. Главное, чтобы видеокарта ваша это все вывозила. На данном этапе стартап только начинает свое существование. Бета-тестирование технологий намечено на лето этого года. Однако задумка выглядит крайне перспективной, так что будем ждать дальнейших подробностей. Мы закончим на сегодня разговоры о искусственном интеллекте, посмотрев на новый сервис Songstarter от BandLab. Тут электронные мозги используются для того, чтобы помогать музыкантам генерировать новые музыкальные зарисовки. Сервис может выдать вам несколько вариантов звучания будущей композиции, включая MIDI и аудио наброски, которые он будет генерировать на основе ваших запросов. Запросами при этом могут быть какие-то ключевые слова, текст песни или даже наборы эмодзи. Короче, выглядит все это достаточно любопытно, тем более, что протестировать сервис может каждый желающий. Ссылка на сайт будет ждать вас в описании. Сам сайт русскоязычный, так что проблем с использованием сервиса возникнуть не должно. Компания Speedfire Audio совместно с всемирно известным электронщиком BT выпустила эпичный софтовый синтезатор Polaris. Невероятно мощное кинематографичное звучание этого инструмента формируется благодаря комбинации из сэмплированного струнного оркестра, гранулярного движка, а также сэмплов классических винтажных синтезаторов вроде Aberhain BXA, Roland Jupiter 8 или Sequential Prophet 5. Разумеется, всем этим здесь можно и управлять. Помимо этого самого движка, здесь есть множество эффектов, и что важно для тех, кто пишет киномузыку, огромное количество разных артикуляций, изображающих поведение реальных оркестровых инструментов. Стоит плагин 350 баксов, однако до 28 апреля его можно будет купить дешевле за 270 долларов. Компания Cherry Audio представила DreamSync, ультимативный софтовый синтезатор в духе 80-х годов 20 века. Инструмент включает винтажные таблично-волновые осцилляторы, стереофонические фильтры, кучу модуляторов и эффектов, стринг-секцию в духе винтажных стринг-машин, поддержку МПЕ и множество других замечательных функций, которые отсылают нас к звучанию легендарных N-Sonic ESQ-1, Profit VS и других популярных синтезаторов из 80-х. В общем, плагин точно стоит зачекать, особенно тем, кто любит ретро-звук. Купить DreamSync на данный момент можно всего за 40 долларов, но позже цена вырастет до стандартных 60 баксов. Компания BlinkSonic выпустила новый инструмент, который называется KALIDZ для Native Instruments Reactor 6. Инструмент, предназначенный в первую очередь для экспериментов в модулярном стиле, включает 8 различных движков, 4 синтезаторных и 4 эффекторных. Инструменты и эффекты дополнены здесь уникальным полиритмическим секвенсором, с возможностью использования в микрохроматическом режиме, а также различными MIDI-модулями, генераторами LFO, лупером и прочими модульными прелестями синтеза. В общем, для создания интересных подвижных модулярных секвенций, глитчевых ритмов или синтетических текстур, инструмент вполне подходящий. Вот только запускается он исключительно в полной версии реактора. Бесплатная версия Player здесь, увы, не подойдет. Стоит KALIDZ 130 евро, но купить его можно уже сейчас. Baby Audio показали новый алгоритмический ревербератор Crystalline. С отличным современным звучанием и несложным управлением. Помимо, собственно, качественного звука, а что еще, казалось бы, нам может быть нужно от ревера, здесь есть и множество интересных креативных настроек. Вроде возможности синхронизации длины хвоста с темпом вашего проекта, или, например, возможности сайдчейна параметров от внешних аудиосигналов. Стоит плагин 100 баксов, однако на данный момент в честь старта продаж вы можете купить его в два раза дешевле. Компания Pitch Innovations представила уникальный миди-плагин Fluid Chords, позволяющий плавно морфиться между двумя заранее запрограммированными аккордами в духе MPE-контролля. Использовать плагин можно как в связке с софтом, так и с железными синтами, но синты, конечно, должны быть MPE-совместимыми. К таким синтезаторам, например, относятся X-Fear Serum или бесплатный Vital. Купить плагин можно за 50 долларов, и, кстати, друзья, если тема полифонического миди давно вам не дает покоя, то я готов вас обрадовать. Уже в ближайшее время на канале выйдет отдельный сюжет, посвященный MPE, в котором я подробно расскажу и покажу, что это вообще такое. Не забудьте подписаться на канал и ударить в колокольчик, чтобы не пропустить это видео. Ну и прежде чем закончить этот выпуск, я, как всегда, поделюсь с вами парочкой новинок бесплатного софта, которые на этот раз получились по-настоящему классными. Например, компания Arturia подготовила для нас замечательный бесплатный плагин Augmented Strings Intro, представляющий собой современную библиотеку оркестровых струнных, основанную на сочетании сэмплированных скрипок и движка физического моделирования. Используя эту библиотеку, вы сможете получить как классическое звучание струнного оркестра, так и нечто гораздо более современное и экспериментальное. Причем морфиться между различными версиями звучания можно будет плавно с помощью одной единственной ручки. Этот плагин можно скачать бесплатно до 30 апреля, но позже он станет платным, так что поторопитесь. Другой приятный подарок подготовили для нас Native Instruments совместно с Isotope. В честь запуска новой группы компании Soundwhite, в которую также вошли компании плагин Alliance, Brainworks и Soundstacks, производители решили поделиться с нами множеством по-настоящему крутых плагинов. Здесь можно обнаружить набор плагинов Neutron Elements от Isotope, который давно пораскачать, если у вас нет его, шесть прекрасных мастеринговых плагинов от Brainworks, включая давно мной любимый аналоговый мастеринговый процессор BX Master Deck, реально годнота, ребята, крайне рекомендую, а также кинематографичную библиотеку Eternal Earth от Native Instruments. Короче, наборчик реально жирный, такое редко раздают, думаю, внимание обратить точно стоит, ну и скачать это всё можно будет бесплатно до 26 апреля. Однако имейте в виду, что для скачивания и установки некоторых плагинов вам понадобится VPN, иначе ничего не выйдет, санкции, война, сами знаете. На этом наш сегодняшний выпуск окончен, традиционно желаю вам мира, чистого неба над головой, ну и до новых встреч, друзья, в новых видео. На связи, до скорого, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»